Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И мы сосредоточимся на московском локомотиве, который подписал бразильского защитника Пабло из французского клуба Бордо. И давайте разберемся, насколько хорош этот футболист, насколько он полезен, сможет ли он усилить защиту локомотива, сможет ли он здесь стать основным игроком и какие перспективы теперь открываются перед железнодорожником. Друзья, напоминаю, что у меня появился канал на сайте Яндекс.Дзен, где я публикую свои статьи, посвященные футболу, а также иным видам спорта. Здесь вы найдете обзоры матчей, привычные вам переводы комментариев иностранцев, ну и плюс к этому здесь будут различные заметки на актуальные футбольные темы. Поэтому здесь будут самые оперативные реакции на последние новости мирового футбола. И подписавшись на этот канал, вы будете всегда в курсе моего мнения касательно важных футбольных и спортивных событий. Ссылка на мой канал на Яндекс.Дзене в описании. Подписывайтесь и читайте мои тексты на сайте Яндекс.Дзен. Итак, давайте начнем с позитивных моментов, давайте начнем с тех причин, почему я считаю эту сделку успешной. Во-первых, команде был нужен новый центральный защитник. Да, основная связка Чорлука-Мурилу смотрится неплохо, но есть несколько нюансов. Во-первых, нету глубины состава. Если, не дай бог, с ними что-то случается, с кем-то из ведущих защитников, то все. Либо выходит Райкович и привозит, либо выходит Лысов и привозит. А в худшем варианте развития событий они появляются одновременно, и это просто пороховая бочка. Ну и при этом мы должны понимать, что Чорлука, конечно, по-прежнему топовый защитник, но возраст – это важнейший фактор. Так, травмы и все остальное, все это, конечно, на нем скажется, и не исключено, что в ближайшее время он может пойти на спад. Ну а там уже и контракт может закончиться и так далее, он может его не продлить, поэтому сейчас новый центральный защитник был нужен. И подписали очень неплохого паренька Пабло, это игрок, который сейчас находится на пике своей карьеры. 29 лет ему для центрального защитника, это самый расцвет. У него колоссальный опыт, играл и в Еврокубках, и в топовой французской риге, и выигрывал турниры. В общем, здесь хотелось бы отметить, что переходит защитник, который находится, вот знаете, на самом-самом пике своих физических сил. Конечно, это футболист, который способен усилить команду. Поэтому его берут всего за 2 миллиона евро. Многие удивляются, почему так дешево, но ответ на самом деле находится на поверхности. У игрока был истекающий контракт, и поэтому здесь, если бы они его не продали, через полгода он ушел бы бесплатно. То есть та же самая ситуация, что у Спартака с Хендриксом. И вообще, знаете, это на самом деле правильное начинание со стороны наших клубов, искать игроков с истекающими соглашениями, которых можно подписать за небольшие деньги. А то, Сэм, понимаете, бабла у нас не так много сейчас в российском футболе, им нужно вести себя рациональнее. В плане плюсов Пабло игровых хотелось бы отметить атлетизм, сумасшедший атлетизм. У него рост 188 сантиметров. Нормальный показатель для центрального защитника, но это не Кверквеля, скажем так, в плане роста и антропометрических данных. То есть высокий игрок, но не гренадер. Однако, он великолепно выбирает позицию, отлично прыгает и в результате выигрывает по 4 верховых единоборства в среднем за встречу. Потрясающие цифры, которые действительно впечатляют. И хотелось бы также отметить, что, например, в прошлом сезоне он забил 4 мяча во французской лиге 1 за 25 матчей. То есть при стандартах он может стать серьезным оружием для своей команды. Также отметим, что он отлично играет в пас. У него всего лишь 11% брака. Он умеет работать на обострение. И, в общем-то, это неудивительно. Бразильцы все умеют возиться с мячом, все умеют играть в пас. Даже если ты центральный защитник, все равно, если ты бразилец, ты достаточно техничен. Ну и хотелось бы отметить, что Пабло, он умеет действительно, знаете, разгонять атаки в правильном направлении. То есть его передача, это не передача ближнему. Это передача вперед в атаку. И учитывая то, что у Локомотива сейчас есть Зелуиш с его сумасшедшим атлетизмом, который может выдергивать и ловить, так скажем, вот эти дальние ассисты, здесь может появиться очень интересная связка. Пабло передает мяч вперед в атаку длинным пасом, а там Зелуиш цепляется за него. В общем, любопытно. Также отметим, что Пабло отлично работает на перехватах. У него в среднем по два перехвата за встречу. То есть умеет читать игру, умеет предугадывать ходы соперника. Ну и вообще этот защитник очень толковый. Хорошо выбирает позицию, хорошо работает корпусом. Достаточно крепкий, такой, знаете, боевитый. И при этом хотелось бы отметить, что в 2018 году он даже вызывался в сборную Бразилии. А вы сами знаете, сейчас в центре обороны у бразильцев там конкуренция очень мощная. Поэтому то, что он попал в национальную команду, и он попал в состав пентакомпионов, это уже говорит об очень-очень многом. Есть ли у него минусы? Ну да, есть. Один из них это скорость. Не самый подвижный защитник, хотя, знаете, у нас и футбол достаточно медлительный. И на фоне того же самого Райковича, Лысцова, да и Чёрлки нынешнего постоевшего, Пабло будет смотреться как реактивный защитник. Также отметим, что здесь, в России, он может, скажем так, стать частью вот такой бразильской банды. Ну, я думаю, вы знаете, что у бразильцев есть проблема. Они, когда вот оказываются на чужбине в такой компании своей футбольной, они могут загулять. И здесь мы видим, что есть уже в Локомотиве и тот же самый Эдер португалоговорящий, и Зе Луиш португалоговорящий, здесь же есть Мурилу, Гильерме. И вот приходит еще один паренек в эту банду. И все это может закончиться печально, хотя мы, конечно, будем рассчитывать на профессионализм защитника и на то, что он не будет здесь косячить в плане режима и всего остального. Ну и также хотелось бы отметить очень неприятный нюанс, то, что недавно у этого игрока был разрыв крестообразных связок. И многие считают, что после этой травмы он так и не смог вернуться на былой уровень. И это, кстати, возможно, стало одной из причин, почему футболисты в итоге продают. Ну и среди прочего, опять же, то, что он не самый скоростной, это приводит к тому, что ему приходится часто фалить на соперники, чтобы, так скажем, закрыть позицию, чтобы компенсировать свои ошибки. И это минус, на самом деле, достаточно серьезный, потому что центральный защитник, он, конечно, должен быть бойцом, но слишком много фалов – это плохо. Это всегда риск провести пенальти и так далее. В общем, здесь есть свои помарочки, но в целом Пабло – это очень хороший футболист за адекватные деньги. На трансфер-марте сейчас у него стоит ценник 8 миллионов, а он перешел за 2. Согласитесь, неплохой такой скидон получился от французов. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!